Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 13 июня Способный. Очень способный народ китайцы. И каждый день я все более убеждаюсь в этом. Сегодня утром в Ляояне я вижу такую сцену. Группа китайских ребятишек, человек в 20, выстроилась и проделывает разные военные приемы. Вместо оружия у них палки. Вся команда по-русски. Смотревшие офицеры говорят, что чистота приемов не оставляет желать ничего лучшего. Они маршируют в ногу стройными рядами, колоннами или командуют рассыпной строй. И все, кроме начальника отряда, быстро как кошки разбегаются. Ложатся под прикрытием. И только командир один стоит и строго оглядывает свое войско. В Мукден мы приехали часа в три и уедем только завтра в этот же час. Времени много. И я думаю, как использовать его. Хорошо бы проехать в город, но надо знать пароль, потому что вечером без пароля не пропустят. Надо идти на вокзал и расспросить кого-нибудь, как все это делается. На вокзале очень мало народу. Адам Иванович пьет квас и пальцем манит меня к себе. Хотите познакомиться с только что возвратившимся из отряда Мадритова? Ну, конечно. Вот. Виктор Данилович Козлов. Военный корреспондент отряда. Приподнимается со стула молодой брюнет с широким загорелым лицом, черной короткой бородкой, густой черной стриженной шевелюрой. Мы жмем друг другу руки, и я сажусь рядом. Вы весь поход прожили? Весь. Где вы были? Собственно, в Корее. 2 апреля весь отряд, собственно, 5-го перешел Ялу у бойца Гоумыня. Это где? В верст 250 южнее Масарешаня. Отсюда мы прошли на Чхочунь, Хондон, Хичхэнь, Юн Уань, Яксу, Ганджим, Канге, Токчэй, Хайчэн, Пиньян, Хамхэн, Анджу, Янчэн и перешли назад за Ялу. В общем, верст 600. Много дела было. Собственно, постоянно были дела в Анджу, Джанджилине, Канге, Хамхэне. Хамхэн сожгли. Взорвали пороховой склад. Отобрали 350 ружей, несколько пушек. В семи городах уничтожили пороховые склады, ружья, пушки. В вашем отряде были и китайцы? 40 человек, но им не повезло. Никто назад не вернулся. Всех выбывших из строя 20%. Большой отряд? 500 человек, а строевых от 250-300. Кто особенно отличился? Все как один. Удивительно подобрана компания. Бодиско, Линевич, сын командующего восточным отрядом, Гирс. Когда отрезали Бодиско, Линевич прямо через адский огонь прошел и дал знать остальным. Два первых, вызвавшихся дать знать, тут же свалились. Шапку поднимаешь, и сейчас же она прострелена. Линевич – это какая-то сплошная отчаянная храбрость. Решительно нет для него препятствий. Словами этого нельзя передать. Только с японцами сражались. Нет, от Джан-Джелина начались засады корейцев и уж до конца. Хорошо дрались корейцы. Под конец стойка. Мы отобрали у них за это 600 голов скота. На золотых приисках одного американца порвали телеграфные провода. Вообще, беды наделали много. Два моста сожгли. Около Иджоу сожгли мост, другой разобрали и пустили по течению. Не было взрывчатых веществ. Вся команда хорошо дралась. Как один человек. Что делала вольная кавказская дружина? Прямо звери, а не люди. Были у нас два брата осетины – Гамаевы. Одного при атаке убили. Так было дело. Мы напали на город. Название не помню, кажется. Анджу. И вдруг оказывается, там японцы. И залп. Бодров скомандовал сейчас же спешиться отвезти лошадей залечь. Второй залп. И Бодров смертельно раненый падает, но успевает передать команду и дальнейшие распоряжения. Положение наше такое. Мы лежим все за разными бугорками. В 70-100 саженях от города. Чуть кто покажется – готов. Так лежать надо до ночи. А дело началось с утра. Иначе пока будем бежать назад, перебьют всех. Всегда во время отступления больше всего потери. Этот убитый осетин Гамаев – красавец. Оба брата – красавцы. Сильные, молодые. Залег рядом с Линевичем. И они указывали друг другу, где выглядывает голова японца, корейца. Линевич говорит Гамаеву – я этого, а ты того бей. Гамаев не стреляет. Пригнулся головой и лежит. Линевич смотрит, а у него из виска кровь. Мертвую же. Вечером по обоюдному соглашению стали убирать трупы раненых. Живой Гамаев, как узнал, что брата убили, стал страшно выйти, как квоют собаки. Но это было так ужасно, так страшно. Страшнее всякого сражения этот вой в темноте. Так побыл часа два, взял кинжал, никакого другого оружия, и еще с темноте. Никогда не забуду эту ночь. Низги только фонарики японских братьев милосердия, разыскивающих своих раненых. Ну, что ж Гамаев? К утру возвратился, весь в крови, спокойный. Говорит, брат отомщен. Двенадцать умерло за него. Брата похоронил отдельно от общей могилы. Вечер. Заря проиграла. Тихо, и нет больше ветра. Я смотрю и переживаю рассказ об отряде Мадритова, и предо мной проносятся воющий, удовлетворенный Гамаев, ночь и фонарики китайцев. Этих китайцев, радушных китайцев, которых я так хорошо знаю, этих белых лебедей, которые теперь уже стойко дерутся, быстро сгущаются сумерки, и только еще там, на западе, отверстие в небе, словно изнутри освещенное, словно глаз открытый, недоумевающий, сонный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений, том 6, Петроград, издание «Товарищество Маркс», 1916 год.